В откликах на предыдущие серии передачи «Смысл игры», посвященные проблеме коронавируса, обсуждается в том числе и моя особая осведомленность по поводу происходящего. А что такое вообще особая осведомленность? Это либо доступ к секретной информации, получаемой спецслужбами или частными разведками, либо наличие своей частной разведки, способной куда-то внедряться для получения подобных сведений, либо наличие контакта с теми, кто обладает этими сведениями. Либо это как раз и то, что было предъявлено мною с опорой на данные, собранные большим исследовательским коллективом. Либо этот коллектив может работать с открытой информацией так, чтобы получать определенные сведения, которые другие не получают, и тем самым проявлять эту самую особую осведомленность. Так как же именно работают с данными? Не пользуются некой халявой в виде каких-то спецсведений, которые тебе кто-то доставляет, а работают с реальными данными, вот теми, которые есть у всех. Как можно с ними особым образом работать, чтобы получать такие сведения и проявлять эту самую осведомленность? Прежде всего, ты должен уметь выловить в мутном информационном потоке, который всегда избыточен и чрезмерно ненадежен, эти самые ценные сведения. Они есть. Поэзия та же добыча радиа. Вот это сведения есть, но их выловить невозможно. Невозможно определить, где это они, а где что-то другое. Подчеркиваю еще раз, фундаментальное свойство нынешнего мира заключается в том, что он основан не на дефиците, а на профиците информации, что информационные потоки избыточны, что они всегда мутные, и что когда СМИ откликаются на суперсобытия, то этот информационный поток становится и суперизбыточен, и суперненадежен. Значит, не надо обладать армией Джеймсов Бондов для того, чтобы в чем-то разбираться. Надо обладать большим коллективом, который готов упорно работать над разбраковкой имеющихся открытых сведений. При том, что, повторю еще раз, речь идет о сведениях, получаемых из авторитетных, открытых источников. Конечно, это не все. Ценные сведения получаются также в условиях крупных скандалов между конкурирующими элитными группами. В этих случаях конкуренты начинают знакомить общество с секретной информацией. Они сами это делают. Они превращают тайное в явное. А сами обладатели информации оказываются вынуждены в чем-то нарушать эту секретность, хотя бы во время скандала. И сообщать, что такие-то инстанции, например, вели такие-то расследования с такими-то результатами. А главное не в этом все равно. Главное в том, ты один, ты работаешь вместе со случайными людьми, ты работаешь с какими-нибудь ангажированными людьми, которые хотят быстренько что-то получить. Или у тебя есть крупный, надежный коллектив, который действительно хочет правды, который готов очень много вкалывать для того, чтобы отбирать что-то значимое из мутного, огромного потока. Эти люди не просто должны быть близки друг к другу, они просто должны быть лишены каких-то, так сказать, этих частных ангажементов и всего прочего. Они должны еще и обладать общей методологией, общей методологической подготовкой. Причем той подготовкой, которая во всем мире называется трансдисциплинарной, метадисциплинарной, мультидисциплинарной и так далее. Я помню, как я беседовал с руководителем одной крупной организации иностранной, которая как раз называла себя мультидисциплинарным колледжем, готовящим мультидисциплинарных специалистов, когда этому человеку, очень доброкачественному, порядочному и неглупому, рассказал, что делаем мы, и он сказал, что не, это только русские могут. Я говорю, как же, ты же сам говоришь, что у тебя мультидисциплинарная организация. Он говорит, ну да, мультидисциплинарная экономика, финансы, политика, ну и всё. А так, чтобы вот такую, как бы всё это связывать друг с другом, создавать такие вот целостные картины, ну, во-первых, это можешь только ты, это искусство, и этому нельзя учить. Я говорю, а как же там, ремесленники учили там, подмастерьев доиндустриальной эпохи. Он говорит, ну, а во-вторых, никакого отношения к этому Запад не имеет. А если и имеет, то он концентрирует эти знания в предельно узком круге и вовсе не заинтересован в том, чтобы создавать какие-то крупные колледжи, которые будут обучать по-настоящему междисциплинарным, мультидисциплинарным исследованиям. Повторяю, экономика, финансы, политика – всё, максимум, это уже перебор. Так вот, в Советском Союзе существовала эта культура трансдисциплинарных исследований, она разрабатывалась, я участвовал в этих разработках, и я передал то, что я узнал, и что доразвил в ходе постсоветского периода большому коллективу людей. А ведь это не только знание, это ещё способ работать, потому что ты никогда, запомните это, никогда не будешь понимать в определённой сфере столько, сколько понимает специалист, который зубы проел на этом, и который работает в этой узкой сфере всю жизнь. Ты не пробуй столько понять, ничего не выйдёт. Но ты научись понимать, кто понимает, узнавать этих людей и говорить с ними на каком-то достойном языке. Найди этот интерфейс между их языком, на котором они излагают те специальные знания, которые они имеют, и каким-то языком, который ты понимаешь, а также, дальше, понимая это, ты должен передать это обществу, а это отдельная проблема. Так вот, эксперт, который не разбирается в качестве тех узких специалистов, на чьи сведения он должен опереться, и который не может быстро освоить любую профессиональную специфику, в той степени, в какой это нужно, чтобы понимать узкого специалиста, а не подменять его, это не эксперт, а растерянный собиратель разнокачественных сведений. хотим мы или нет помоечник. И вот такой собиратель, помоечник, с важным видом может о чем-то говорить, пока не запах вожареном. Но он до крайности теряется, но я уверяю вас, я знаю, что говорю. У своих любой серьезной беды я это все видел. Тут что Чернобыль, что землетрясение в Спитаке, что крупный межнациональный конфликт, что какая-нибудь горячая точка, что коронавирус. Разницы нет. Сразу наступает растерянность, потому что надо прекратить болтать и начать что-то выдавать на гора, а возможности такой нет, и выдать на гора можно только помойку. А помойка хороша, когда ты в ней копаешься и кудакчишь, а когда ты начинаешь ее выдавать в острый момент, все это сразу видят, и это производит неприятное впечатление, а тогда уже лучше или помолчать, или начать так скользить по поверхности, чтобы ничего нельзя было понять, но с важным видом. В любом случае, как минимум, понимание чего-то сложного, а коронавирус – это очень сложная вещь, предполагает возможность сопряжения сведений из разнокачественных сфер. Вообще, мы входим в эпоху сложности, сложность эта опирается на разнокачественность, а сопрягать эту разнокачественность, какое-то единое знание, мир не научился. Это произошло давно, и эта перемена длится до сих пор. Это не частная проблема, это главная проблема, от которой зависит судьба науки, а значит и судьба человечества. Что мы имеем сейчас? Мы имеем ситуацию, в которой в каждой из этих разнокачественных сфер есть свой язык, своя феня, свой способ понимания происходящего. И этот язык каждый раз качественно отличается от того, который используется соседней сферой. Ну что, я кому-то здесь сейчас эту истину открываю, которую, так сказать, никто не знает. Да все ее знают, просто забывают время от времени. Ну давайте хотя бы в пределах научного сообщества положим руку на сердце и скажем откровенно, что биофизик давно не понимает биохимика. Ну не понимает, он делает вид, что понимает. А молекулярный биолог, специалисты по борьбе с эпидемиями, это совершенно разные люди, это как бы люди, которые, встретившись, могут либо как люди что-то обсудить вообще, либо когда они начнут говорить не вообще, а чисто конкретно, они начнут говорить на таких языках, которые каждый не понимает другого. Максимум может понять конечную оценку, которая уже говорится не на специальном языке, а на общем. И как только возникает необходимость разобраться в чем-то, касающемся сразу различных сфер, то проблема этого разбирательства, и уж тем более передачу обществу полученных сведений, приобретает крайне острый, чтобы не сказать, тупиковый характер. А все собираемые рабочие группы, межведомственные комиссии и прочие органы, призванные решить такую проблему, обнаруживают свою недееспособность не в плане того, что собранный каждый из людей отдельно абсолютно недееспособен, а в плане того, что они вместе ничего собой не представляют, кроме суммы отдельностей. И если этот дефицит взаимопонимания можно снизить на уровне общей трансдисциплинарной методики, на методологическом уровне, то можно сделать очень многое. В каком-то смысле можно преодолеть страшную и пугающую слепоту, можно прозреть хотя бы в интеллектуальном плане, интеллигибельном, как говорил Гуссерля, а дальше можно это продлить вплоть до иных способов прозрения, переживания и просыпания. А это сейчас главная человеческая проблема, обнаженная коронавирусом. И это основная проблема науки в 21 столетии, которая, подчеркну еще раз, чудовищно усиливается тем, что порождает узкая и суперузкая специализация. Потому что на самом деле какой-нибудь авторитетный вирусолог или генетик может на абсолютно непонятном для общества языке сообщать что-то ценное в той узкой-узкой области внутри вирусологии или генетики, где он по-настоящему вкалывает. И ему это было продиктовано научным сообществом. Ему его за это ценят. Что он взялся, вцепился во что-то и там вкалывает 30 лет. Он там что-то знает. Он когда выходит из этой сферы даже в свою науку конкретную, он уже плывет. соседние сферы это абсолютно чужие. И как только он их должен обсуждать, зачем-то, другой говорит, а давайте теперь вот об этом вместе поговорим. Он впадает в глубочайшую растерянность. А если это нужно обсуждать с обществом, например, по телевидению, то эта растерянность становится уже запредельной, очевидной и вызывает в обществе реакцию глубочайшего отторжения. Мы это все наблюдали воочию в случаях, когда по телевидению выступали специалисты, директора научных институтов, другие лица, которые были призваны олицетворять собою позицию всего научного сообщества, вся ей науки. Чаще всего именно они были особо неубедительны. Но поскольку между ними, для того, кто смотрит то, что они говорят, и наукой есть некий знак равенства, то их неубедительность распространялась на науку как таковую. Кроме того, если вы хотите действительно в чем-то разобраться, то помимо самых специальных вопросов, есть еще и вопросы, которые можно абсолютно профессионально разбирать, не будучи узким специалистом. Такие вопросы есть. Они требуют мышления, логики, общего подхода, вообще какого-то ощущения, что головой-то надо пользоваться по назначению, включенности мысли по-настоящему. Если мысль по-настоящему включается, повторяю, то есть вопросы, которые нельзя обсуждать, не будучи специалистом и не ведя правильный диалог с узкими специалистами, а есть вопросы, которые можно обсуждать. И это серьезные вопросы. Хочу обсудить один из таких очевидных вопросов, который уже мной обсуждался в момент, когда такое обсуждение рассматривалось как наведение тени на притень. на чью мельницу льете воду, не наводите тень на наш плетень, с кем вы мастера культуры. Вот это сейчас все неаппетитное риторическое вещество, оно сейчас до предела мобилизовано, мы же понимаем. Так вот, когда это мобилизовали в особо отвратительных дозах, я начал говорить о том, что все-таки можно же просто взять голову в руки или нельзя. И на это был вопль, тень, плетень и все прочее. А теперь о том, о чем я говорю, с самых общих позиций говорят уже все специалисты. Что я имею в виду? Вот смотрите, что можно понять с общих позиций без всякого упрощения. Человечество обременено разными болезнями, да? Оно с этими болезнями борется. на борьбу с каждой из этих болезней, туберкулез, болезни сердца, инсульты всякие, сосудистые заболевания и так далее, на борьбу с каждой из этих болезней выделяются определенные ресурсы. Это и деньги, но это и другое. Это подготовленные кадры, это инфраструктура, причем специализированная, это аппаратура. Это огромное количество вещей, которые вместе можно назвать ресурсом совокупным, выделяемым на борьбу с этой болезнью, болезнью Х, Y, Z и так далее. Производство лекарств сюда входит, например, оплата специалистов, а главное длительная подготовка. Эти ресурсы распределены между теми, кто лечит людей от различных заболеваний. А, Б, В, Г, Д. И вдруг появляется новое заболевание, коронавирус. Что в этом случае надо делать? По идее надо оставить все, что касалось других заболеваний на том уровне обеспечения, на котором это было, ничего не трогать, а под новое заболевание, оно же коронавирус, выделить совершенно новые ресурсы. Это касается и производства медикаментов, неважно, вакцин или чего-нибудь еще, и создание лечебных заведений, и подготовки кадров, и всего остального. Но создать такой разнокачественный новый вид обеспечения борьбы с новым заболеванием за короткий срок в принципе невозможно. значит либо у вас есть какой-то постоянно готовый к использованию резерв, и вы способны быстро сориентировать этот резерв человеческий, производственный, инфраструктурный, интеллектуальный и так далее на борьбу с новым заболеванием, что в принципе является задачей нетривиальной. Этот резерв должен быстрее осваивать все, чем обычные специалисты. Это такая. Служба быстрого реагирования огромная, либо она у вас есть, и тогда вы ее бросаете на новую задачу, потом, когда задача решена, отзываете, потом бросаете снова куда-нибудь еще, спецназ такой медицинский. Либо вы начинаете перераспределять ресурсы в пользу новой опасности. Но тогда старые опасности начнут увеличиваться, и вы должны оценить, сколько пользы вы можете извлечь из этого перераспределения, а сколько оно порождает вреда. Если польза больше, чем вред, хорошо, а если вред больше, чем польза, кто-нибудь пробует это посчитать? Если польза больше, чем вред, вы с болью сердца это делаете, а если польза меньше, то вы этого не делаете. Так что произошло с коронавирусом? Прежде всего, так называемые оптимизаторы заявили, что никакие резервы не нужны, что это не жизненно необходимая вещь, эти резервы, что это не то, от чего зависит судьба человечества, это бредовые совковые измышления. Вот же, что было заявлено, что вся система, которую эти спецназы может перебрасывать и держать в состоянии готовности, а это очень непростой вопрос. Знаете, как трудно, например, держать в состоянии постоянной готовности людей, которые на атомных станциях должны включиться в момент беды? Они же в остальное время что-то должны делать. Если они будут бездельничать, они не включатся. Если им выдумать фиктивную работу тоже не включатся, специальные группы с этим работают, так же и с этим резервом огромным, комплексным, раз-два развернули. Мобилизационное развертывание называется. Только не в условиях войны, а в условиях беды. так вот эти резервы советская система создала. И она их в силу своего централизованного государственного характера, в силу своей привычки к беде, в силу еще не уснувшего ощущения возможности беды, еще работало поколение, знавшее, что такое Великая Отечественная война, в силу наконец вот этого Великой Отечественной войны нет, есть Корея, потом есть Вьетнам, потом Куба, и вообще неизвестно, что будет завтра. В силу всего этого она ловила мышей эта система не идеальным способом, но ловила. И вот все это было. Теперь приходит оптимизатор и говорит, что это такое? Оно зачем нужно? Чем вы сейчас занят? граждане? В чем проблема? Средства прожираете и он начинает это все сокращать. Оптимизаторы начали с перепа расправляться с избыточными, как и представлялось, резервными ресурсами. И тут была определенная философия, что все уже хорошо, что теперь уж, когда совок убрали, никаких конфликтов снова не будет, а что будет еще лучше, называется линейная теория прогресса, от хорошего к лучшему. И я ответственно заявляю, что помимо ментальности, устройства головного мозга, в этом оптимизаторстве был еще и очевидный экономический интерес. современная элита это не сообщество слабых особей. Не надо гнать эту пургу любимую оппозиционную, коммунистическую, леваческую и так далее. Это стыдно, потому что каждый раз оказывается орали что-то про Ельцина, какой он слабый, а он одной левый делал тех, кто это орал. Получалось, что вы тогда вообще дистрофики, зачем вы кричите-то, хоть признайте, что в нем есть сильные стороны и не в нем одном. И вообще, зачем, если у вас есть противник, вы должны приуменьшать его возможности. Что за странная игра. Короче, те, кто говорят, что современная элита состоит из слабых особей, просто лгут. Причем постыдно. Я говорю другое. Я говорю, что современная элита это сообщество очень мощных людей. В основном сориентированных на приватизацию советского наследия. Почему они мощные и мощнее других? Потому что они хорошо видят, где есть то, что можно приватизировать. У них идеальное зрение с точки зрения понимания, где это лежит, сколько лежит, как лежит. У них есть в организме все необходимое, чтобы добыть обнаруживаемый лакомый кусок. Быстрый просчет пути, мощная маскулатура, прыжок, добыча, хоп, взял. Это, между прочим, определенное свойство организма должно быть. Называется потенциал хищника. У них это все есть. они могут переварить то, что они хапнули. У них есть четкое видение, великолепная реактивность и мощная мускулатура. Но все это носит специализированно приватизационный характер. В науке это называется элит первоначального накопления. А когда первоначальное накопление было криминальным, это элиты криминального первоначального накопления. А такая элита все, что находится за рамками ною названного увидеть, проанализировать, прыгнуть, хапнуть, утащить, съесть. Все, что находится за этими рамками, она отбрасывает. Естественно, отбрасывается мораль. Но отбрасывается и долговременная стратегическая ответственность. И уж тем более отбрасывается все, что говорит в какой-то абстрактной пользе национальной и так далее. Почему отбрасывается? Потому что это обременяет, это мешает прыжку. И наличие всего этого несовместимо с успехом в том виде, в каком он задан всей эпохой или стратегической формулой приватизации. Кто всем этим лишним обременен, боже, здесь есть национальный интерес, боже, как быть с моралью, боже, как жалко и так далее. Вот кто этим обременен? Тот отбрасывается на обочину. А кто не обременен? Осуществляет триумфальное приватизационное шествие. Это называется специфический отбор применением специфических критериев этой успешности. вот что мы имеем. И это намного страшнее пустой болтовни о том, что у власти троечники, слабаки, там, не знаю, кто. Возьмите голову в руки, граждане, протрите глаза, посмотрите, где вы находитесь. Коронавирус это полностью обнажил. Ну, честно, не бойтесь. И так вы имеете дело с успешным элитарием, прошедшим школу такого отбора и обнаружившим какой-то ресурс, вот этот резервный, который почему-то нельзя утилизировать, то есть хапнуть. Этот элитарий спрашивает, а почему нельзя хапнуть? Ему отвечают, что он существует, знаете, на всякий случай, исходя из каких-нибудь резервных надобностей. Он просто смеется над вами, говорит, пошли вот нафиг, резервные надобности, совок, живем хорошо, будем жить еще лучше, будем жить здесь и сейчас. Вот жила-была, она в итоге сохранилась, некая крупная больница, находившаяся в пределах Москвы, не буду говорить, какая. у этой больницы было то, что прихватизатор не может оценить. Это нечто, не материальные ресурсы, на самом деле важнейшие, это традиция, специалисты, школа, все это в глазах прихватизатора никакой цены не имеет. А что имеет, что он видит? Он видит большую территорию, в пределах города, хорошая озелененность, цветочки пахнут, деревья растут, и он понимает быстро, сколько на этой территории можно построить коттеджей, по какой цене их можно продать и сколько можно хапнуть. А когда он все это видит, он спрашивает, а нафига больница? Она не нужна. На одной чаше весов что-то по-настоящему ценное, что я понимаю, а на другой какие-то ваши вопли про каких-то специалистов, школу, хрен еще знает что. Эту больницу, которую я сейчас обсуждаю конкретную, ее с трудом удалось спасти от приватизаторов, то есть от людей с соответствующим типом восприятия всего на свете. Но ее-то удалось спасти с огромным трудом, а остальное? Вот у вас есть какая-то академия наук, и у нее есть что-то, что обладает определенной нематериальной резервной ценностью. это люди с особым типом интеллекта, они схватывают суть, у них есть колоссальные опыты, заслуги, все проще. Что это такое для прихватизатора? Ноль. Есть дома, финансирование и прочее, а оно есть, и оно вкусное. говорить при этом прихватизатором о гуманитарном потенциале, о нематериальном активе, об интеллектуальном капитале, это все равно, что взывать крокодилу, чтобы он проявил особый гуманизм по отношению к антилопе, которую он должен съесть. Поэтому все что обладает прихватизаторской ценностью, а параллельно с этим обладает другими потенциалами, вот этими резервными в том числе, будет уничтожаться во славу прихватизации, то есть по славу грубейшим, примитивнейшим материальным приобретением, к которым все и сводит элита, она во славу завоевания этих приобретений может проявить и тонкость, и ум, и мужество, и потенциал какой-то энергетический, все что угодно, но по отношению к этому это регресс, понимаете? это превращение всех высших функций в этавизм и развитие низших функций, вот чем мы имеем дело, а вовсе не с какой-то слабостью и чем-то еще, приватизатор не трус, он совсем не трус, и он не испугался бы силового наезда конкурента, но он отбросил за ненадобностью все высшие функции, а отбросив их, он без понятия по поводу того, на что можно ответить только с помощью этих функций, у него их нет, поэтому он пугается всего непонятного, а непонятно ему все, что находится за пределами примитивной материальной выгоды, и вдруг обнаруживается, что есть какая-то беда, и она вот-вот коснется тебя самого и тех, кто тебе не безразличен, заболеть можно, трам-тарарам, резервных ресурсов нет, они съедены тобою и такими, как ты, что ты должен делать, что ты должен делать, если эта непонятная гадость грозит тебе, ты должен перераспределить ресурсы так, чтобы направить все ресурсы теперь на борьбу с этой гадостью, которая грозит тебе, а откуда ты их изымешь, не важно, да откуда угодно, на тебя с ножом лезут, великая картина, я не знаю, кого-то, Рафаэль, висит на стене, это не картина, висит, взял, ударил, все, картина, видите ли, короче, ты начинаешь эти ресурсы перераспределять, кардиологические, там, не важно, онкологические, какие угодно, причем руководствуясь своими инстинктами, инстинкты-то прихватизаторские никто не отменил, а что говорят тебе твои инстинкты, не какой-то там высший разум, от которого ты давно отказался за ненадобностью, а инстинкты, которые тебя развиты, они говорят, что дело худо и что нужны собственные возможности финансовые и иные на черный день. То есть нужна заначка, а ее надо добыть, а как ее добыть, так, как ты умеешь, значит, в гораздо большей степени, чем обычно, начинают присваиваться эти ресурсы, которые изымаются из общественной необходимой сферы в сферу личного потребления. Наш представитель элиты только этим и занимался в предшествующую эпоху. Он потому и успешен, что он этим умело занимался. Он ничего другого не умеет, а это умеет. Но если в благополучной ситуации коэффициент изъятия мог быть, например, 50%, то в этой ситуации он будет 80%, 99%, и совершенно не нужно быть вирусологом или молекулярным биологом или генетиком для того, чтобы понять то, что я говорю. Единственное, что лично для меня непонятно, это как кто-то может это не понимать. Как говорил по этому поводу Пушкинский Сальери для меня так это ясно как простая гамма. Значит, ресурсы будут перераспределяться? Конечно, будут выделяться и новые ресурсы, денежки на борьбу с коронавирусом. Но эти денежки будут распиливать в условиях обеспокоенности заначкой на черный день, то есть более интенсивно. Но кроме этого нельзя все свести к деньгам. Это любимое занятие современной элиты. Возникает какая-то сложная проблема. Ну возьмите деньги, что мы можем? Мы можем дать деньги. На деньги нельзя быстро построить новые объекты качественные. Вот вы сейчас освобождаете все от лишних СНИПов, часть из которых сделана для того, чтобы можно взятки брать за их прохождение, тех запретов, которые выставили, а часть нужна, иначе все на голову начнет падать. Вот вы начинаете от этого освобождаться, а что вы построите? значит, не построите быстро ничего качественного и быстро новых качественных специалистов не обучите и так далее. Поэтому перераспределяться в сторону коронавируса начинают все ресурсы, все территории медицинских учреждений существующих, специалисты-медики других профилей и так далее, и так далее, и тому подобное. Но если эти ресурсы будут перераспределяться на коронавирус, да еще и счастью финансовых ресурсов, ну как это может не повлечь издержек для сфер, откуда эти ресурсы изымаются? Ну как может этого не быть-то? А какую пользу это принесет в борьбе с коронавирусом вопрос отдельный. Но как это может не принести вреда для сфер, откуда ресурсы изымаются? Вот что непонятно. Ведь эти ресурсы выделялись зачем-то для того, чтобы в определенном объеме спасать людей от определенных напастей, инфарктов, инсультов и так далее. Чем больше ресурсов, тем больше спасенных. Конечно, это не линейная зависимость, но все-таки. А чем меньше ресурсов, тем уж точно меньше спасенных. И эластичность тут очень ограничена, что за меньшие ресурсы можно также спасать. Больницу перепрофилировали, иди спасай. Значит, надо просто уметь думать для того, чтобы понять, что перераспределение ресурсов в условиях, когда нужны не только простейшие ресурсы, они же денежки, но и иные ресурсы, инфраструктура, производственные мощности, кадры и так далее, не может не породить ущерба для сфер, откуда эти ресурсы изымаются. А поскольку вдобавок будет иметь место суперраспил и непрофессионализм, то польза для борьбы с коронавирусом будет минимальная, а вред от перераспределения будет гораздо большей. И когда ты приводишь эту неумолимую логичность и схему, тебе говорят, подумаешь, какие-то схемы, какие-то общие рассуждения, где цифры, где доказательства, где авторитетные суждения. согласно закону Ньютона этот камень упадет на вас и разобьет вам голову. Пусть он не ее разобьет, а то, что вы мне впариваете про закон Ньютона, это все спекуляции, манипуляции. Но поскольку мы имеем то, что имеем, то приходится отвечать на эти восклицания. мы здесь живем в этой реальности. Она носит неотменяемый характер, и поэтому надо добраться терпения и по многу раз доказывать, что дважды два-четыре. И надеяться только на дно, что капли такого фактологического характера точат этот камень спесивого элитного непонимания всего, что находится за избыточно узкими приватизационными и прихватизационными рамками. Вот я и начинаю обсуждать эти капли. Женева, 11 мая 2020 года. На сайте организации UNAIDS, так именуется Объединенная программа ООН по борьбе с ВИЧ-СПИДом, опубликовано совместное заявление UNAIDS и Всемирная Организация Здравоохранения. В заявлении говорится очень много важного и конкретного. Там столько капелек конкретности, что мог бы все-таки этот камень спесивого непонимания каким-то образом поддаться их воздействию. Поэтому я тут зачитаю все. Значит, говорится следующее. Согласно оценкам группы по моделированию созданной Всемирной Организацией Здравоохранения UNAIDS, если в ходе пандемии КОИ-19 не будут приняты меры по предупреждению устранению перебоев в работе медицинских служб и поставок медицинской продукции, то 6-месячная пауза в предоставлении антиретровирусной терапии в странах Африки к югу от Сахары может в 2020-2021 году увеличить смертность от спид-ассоциированных заболеваний, включая туберкулез, более чем на 500 тысяч человек. В 2018 количество умерших в результате спида в регионах оценивалось на уровне 470 тысяч, то есть больше, чем вдвое. Дальше говорится, сбои в обслуживании могут быть вызваны самыми различными причинами и данные моделирования четко указывают на необходимость срочного принятия ответных мер местными сообществами и партнерами, поскольку из-за 6-месячного перерыва в предоставлении антиретровирусной терапии спид-ассоциированная смертность в регионе может фактически вернуться к показателям 2008 года, когда было зарегистрировано свыше 950 тысяч обусловленных спидом в случае смертности. То есть сложатся эти 500 дополнительных и 470, которые сейчас есть, и будет вот эти 950 и так далее, которые были 10 лет назад. Еще одним следствием такого перерыва может стать значительное повышение смертности на протяжении еще как минимум пяти последующих лет. В среднем на уровне около 40% ежегодно. Помимо этого, перебои в оказании помощи в связи с ВИЧ-инфекцией могут повлиять на показатели инфицирования ВИЧ в следующем году. Перугающая перспектива смерти. Полумиллиона жителей Африки от спид-ассоциированных заболеваний является шагом назад в историческом развитии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос от Ханом Габреерус. Мы должны воспринять это в качестве тревожного сигнала о том, что странам необходимо искать способы бесперебойного оказания всех жизненно важных услуг здравоохранения. Некоторые страны уже предпринимают важные шаги по оказанию услуг в связи с ВИЧ-инфекцией, например, предоставляя людям возможность забирать запасы лекарств и других важнейших средств, включая комплекты для самостоятельного пунктов самовывоза, снижая тем самым нагрузку на медицинские службы и работников здравоохранения. Вам это не кажется уже трагикомическим? Порядок там, где вместо медицинских работников, которые должны что-то делать, люди начинают заниматься самовывозом и самолечением. Это еще хорошо, а в других местах и этого нет. Вот вам что говорят, милые. И все это нужно для того, чтобы снять нагрузку на медицинские службы и работников здравоохранения. Почему надо снять? А потому что их перебросили на другое. Иначе зачем ее снимать-то? Мы со своей стороны, говорит генеральный директор ВОЗ, должны обеспечить непрерывность глобальных поставок тест-систем и лекарственных препаратов, внуждающиеся в них страны, говорит доктор Тедрос, должны обеспечить, но не можем, потому что все профили переориентированы на другое. В 2018 году количество людей, это все заявления ООН и ВОЗ, высших деятелей в этой сфере, не маргиналов, не алармистов, не диссидентов. В 2018 году, говорят эти люди, количество людей, живших с ВИЧ в странах Африки Кьюдо-Сахары оценивалось на уровне 25,7 миллиона человек, из которых 16,4 миллиона 64% принимали антиретровирусные препараты. Теперь процесс их лечения может прерваться, поскольку службы помощи людям с ВИЧ-инфекцией приостанавливают работу или не могут распределять антиретровирусные препараты из-за перебоев в поставках или перегруженности другими задачами, будучи вынуждены параллельно участвовать в борьбе с COVID-19. Вам говорят прямо, что происходит? Кого еще нужно слушать? Главных ответственных за это АТО он? Руководители ВОЗ? Кого других-то хотите слушать? Мало этих капель. Продолжают цитирование. Пандемия COVID-19 не должна быть предлогом для снижения объема капиталовложений в борьбу с ВИЧ. Комментирует ситуацию исполнительный директор Юнейц Винни Бьяннима. Существует соблазн пожертвовать тяжело доставшимися завоеваниями в борьбе со СПИДом ради сдерживания COVID-19. Слышите опять? Существует соблазн пожертвовать тяжело доставшимися завоеваниями в борьбе со СПИДом ради сдерживания COVID-19. Однако право на здоровье не означает, что можно бороться с одной болезнью за счет другой. А что делать? Здесь что делать с апостемизаторами? При соблюдении режима терапии вирусная нагрузка это я все цитирую, пациента с ВИЧ снижается до неопределяемого уровня, благодаря чему он остается здоровым и не передает вирус другим. Когда пациент не может регулярно принимать антиретровирусные препараты, вирусная нагрузка увеличивается, вызывая пагубные последствия для здоровья, которые в конечном итоге могут привести к смерти, а также к инфекции других людей. Даже сравнительно короткая пауза в лечении чревата серьезным негативным воздействием на здоровье человека и на его способность передачи ВИЧ-инфекции, которая увеличивается. В ходе исследования пять коллективов исследователей при помощи нескольких математических моделей проанализировали посредствия ряда возможных сценариев при остановке мероприятий по тестированию профилактики и лечению ВИЧ в результате распространения COVID. Вы слышите? В рамках каждой модели модели я цену знаю, но тем не менее оценивалось возможное влияние трех- и шестимесячного перерыва в лечении на смертность от СПИДа и заболеваемость ВИЧ в странах Африки к югу от Сахары. В случае шестимесячного перерыва расчетные показатели прироста случаев СПИД ассоциированной смертности составили от 471 тысячи до 673 тысяч. И это означает, что у мирового сообщества не будет шансов достичь намеченного на 2020 год глобального целевого показателя смертности от СПИДа на уровне менее 5,5 миллиона человек. Более короткие трехмесячные перебои в лечении будут иметь меньшие, но все равно значительные последствия для ВИЧ-ассоциированной смертности. Спорадические перебои с выдачей антиретровирусных препаратов могут повлечь за собой несоблюдение режима лечения и привести к распространению устойчивости ВИЧ-инфекции к лестарственным препаратам, что в будущем может иметь долговременные последствия для эффективности лечения инфекции в регионе. Значит, остановили ненадолго, потому что перебросили на COVID, а за это время в организме выработалась устойчивость, нечувствительность к тем препаратам, к которым раньше была чувствительность. Вот что они говорят. И тогда что вы дальше будете делать? Вы начнете опять давать препараты, а они перестанут действовать. перебои в оказании услуг могут также свести на нет достижения в области профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери и ребенка. Начиная с 2010 года, благодаря широкому охвату матерей и детей услугами по профилактике и лечению ВИЧ, количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей в странах Африки к югу от Сахары снизилось на 43% с 250 тысяч случаев в 2010 до 140 тысяч случаев в 2018 ограниченное представление таких услуг на протяжении 6 месяцев в связи с пандемией COVID-19 может привести к резкому росту новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей, который может составить 37% в Мозамбике, 78% в Малави, 78% в Зимбабве и 104% в Уганде Другие значимые и чреватые ростом смертности последствия пандемии COVID-19 для борьбы со СПИДом в странах Африки к югу от Сахары включают в себя сокращение объема качественной медицинской помощи в результате переполнения лечебных учреждений Вы слушайте, слушайте, это же не только СПИД касается включают в себя сокращение объема качественной медицинской помощи в результате переполнения а также приостановку диагностических мероприятий по определению вирусной нагрузки снижение охвата пациентов услугами по консультированию для соблюдения режима лечения и менее частую корректировку схем лечения это же всего касается Результаты исследований свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер по обеспечению бесперебойного оказания услуг по профилактике лечения ВИЧ во избежание роста ВИЧ-ассоциированной смертности и заболеваемости ВИЧ-период пандемии COVID-19 приоритетными задачами стран является укрепление системы снабжения и обеспечение непрерывного лечения уже получающих терапию лиц в том числе за счет введения усиления таких мер как отпуск многомесячных запасов антиретровирусных препаратов поскольку это отменяет необходимость частых плановых посещений медицинских учреждений в ходе лечения это курам на смех отдайте людям ну соответствующим уровнем культуры использования лекарств эти лекарства вперед скажите не ходи в больницу она перегружена сам делай что хочешь усиление таких мер как отпуск многомесячных запасов антиретровирусных препаратов поскольку это отменяет необходимость частых плановых посещений медицинских учреждений в ходе лечения не ходите к медикам лечитесь сами а вы вам эти таблетки кинем а дозу сами выберите снижая без того чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения каждая смерть является трагедией добавляет госпожа Бьянима мы не можем бездействовать и допустить безвременную смерть сотен тысяч людей в том числе молодежи я настоятельно призываю правительство принять меру к тому чтобы каждый мужчина каждая женщина каждый ребенок с ВИЧ регулярно получали запасы антиретровирусных средств которые в буквальном смысле могут спасать им жизнь я все это зачитал так подробно по двум причинам во первых потому что это само по себе выпьет там о детях речь идет которых оставляют без той помощи которых может спасти их от заболевания и речь идет о колоссальном количестве людей колоссальном во вторых это говорят первые лица и даже там где они несут ахинею это их ахинея но они же не только ее несут они бьют тревогу и прямо говорят что все это произойдет первые лица камень упал на голову в третьих он упал на голову только в связи с тем что касается вещь ассоциированных заболеваний конечно нет все тоже происходит в сфере любых других заболеваний потому что логику отменить нельзя логику если резервные системы не существуют потому что действует оптимизационная схема и нельзя быстро кинуть на новое заболевание на новый участок фронта некие резервные части их нет а силы надо перебрасывать то другие участки фронта оказываются оголенными туда идут удары так это называется на военном языке аналогичное существует в экономике перекинули какие-нибудь деньги рабочих на какой-то участок а с этим участком что делать где-то он кота рвется так же это существует в жизни озаботились слишком чем-то на другое наплевали оно и дало о себе знать так это везде и так это происходит исходя из общих законов ну включите голову во первых могут сказать что в условиях беды нам всем не до беспокойства по поводу обитателей Африки послушайте во первых это еще надо сказать глобальному сообществу а во вторых я же говорю это не про Африку и никогда не спрашивай по ком звонит колокол он звонит по тебе это не про Африку это про то что происходит здесь и в мире везде во вторых нам скажут тревогу бьют те кто боится что им начнут выделять меньше денег и это уменьшит их распил и есть это да есть и что это не отменяет их правды всегда во всех утверждениях есть такое сплетение корпоративного интереса и правды но это же не значит что правды нет что основные факты которые они сообщают мистифицированы не мистифицированы они и не могут быть мистифицированы наоборот они пытаются как бы каким-то способом усидеть между двух стульев говорить что надо отдать таблеточки или там ампу и ничего больше не делать они вертятся потому что это ВОЗ ООН это соответствующие ребята они сквозь зубы что-то говорят они просто не могут не говорить потому что все это вопиет и в-третьих нам скажут что знаем это математическое моделирование что скажут то и отмоделируют правильно правильно все правильно но распил идет везде и в сфере спида он такой же как в других сферах поэтому это просто константа нашей жизни поэтому вопрос не в том что они хотят спасти свой распил распил есть процент от представляемых услуг а нет предоставления услуг чревато определенными вещами во-вторых они же не такие самодостаточные крокодилы что они могут не слышать о чем орут их люди которые работают в африке в африке правительство африки в третьих завтра об этом начнут орать газеты четвертое математическое моделирование конечно проблематично пренебрегать им тоже нельзя потому что если мы начнем пренебрегать то мы уйдем в средние века тревожные заявления делают не только специалисты по борьбе со спидом которых можно обвинить в том что они тянут одеяло на себя но и в ВОЗ а ВОЗ не все равно на чем пилить на ковиде даже удобнее и все же эти частности не должны замыливать глаз затуманивать картину и обсуждаться отдельно от методологического значения приведенного мною заявления а методологическое это значение в чем состоит что крайне авторитетная инстанция которую уж никак нельзя обвинить в том что она совсем не в теме и занимается общими рассуждениями говорит о том же о чем было ранее сказано на основе общих представлений и выкладок которые носят неотменяемый характер методологическое значение приведенного мною заявления также в том что это распространяется на все сферы здравоохранения спид в Африке а кардиология здесь и онкология тоже приведенные мною соображения специалистов не носят узкоспидового характера понимаете это же очевидно или нет но если бы все сводилось к одному заявлению так нет же заявление исходного типа через край их делают разные врачи и отнюдь не только на основании опережающего моделирования конечно же любое масштабное и загадочное событие вызывает разнокачественные отклики ковид-19 является одним из наиболее масштабных и загадочных событий очевидным образом затронувших судьбу миллиардов людей соответственно это событие не может не породить очень разнокачественных откликов и если мы смешаем их воедино а этому способствует современная интернет культура то никогда ни в чем не разберемся поэтому приходится не просто обсуждать что именно сказано обсуждать приходится еще и то кем именно сказано нечто заслуживающее внимания а как только начинаешь это обсуждать приходится преодолевать колоссальную забывчивость порожденную современной интернет культурой а также слабую осведомленность по поводу того, что касается даже очевидных событий, произошедших несколько лет назад. А что уж говорить о событиях, произошедших несколько десятилетий назад и не касающихся нашей актуальной истории. Тут уж имена совсем, казалось бы, невычеркиваемые из великих подвигов. И то забываем, что говорить о чужой стране и не о самых главных именах. Поэтому я кое о чем напомню. Людвиг Эрхард, христианский демократ, который имеет особые заслуги перед послевоенной Германией. Он был министром экономики в правительстве Конрада Аденавара. И очень многое сделал для того, что называется немецким экономическим чудом. Его политика привела к тому, что в 50-е годы 20-го века Федеративная Республика Германии только резко рванула, что рост германского валового внутреннего продукта оказался самым высоким из других стран Западной Европы, что резко отличалось от предыдущего послевоенного периода, после Первой мировой войны. Эрхард сильно конфликтовал с Эденаваром, который ценил его независимость и компетентность. В 1963 году Эденавар ушел на пенсию и Эрхард сменил его на посту канцлера. Но в отличие от Эденавара, который был невероятным политическим долгожителем, он руководил ФРГ в течение 14 лет, Эрхард пробыл на посту канцлера всего 3 года. В 1966 его заставили выйти в отставку. В 1967 Эрхард основал фонд Людвига Эрхарда, который действует вплоть до настоящего времени. Умер Эрхард в мае 1977. В течение 10 лет от своей отставки до смерти он оставался депутатом Бундестага. Самым серьезным образом, при этом занимаясь своим фондом. А потом им занимались другие авторитетные немецкие ученые политики. Фонд Людвига Эрхарда вручает медаль Людвига Эрхарда за успехи в области социально-рыночной экономики. Подчеркиваю, социально-рыночная. А также вручает премии за успехи в сфере экономической журналистики и так далее. И это все очень ценимые награды. Я никогда не встречался с скептическими оценками деятельности этого фонда. Никто из маломальски авторитетных людей никогда не утверждал, что фонд Людвига Эрхарда – это маргинальная конспирологическая затея, лишенная политической и научной респектами. Господин Роланд Тихий является председателем фонда Людвига Эрхарда с 2014 года. Он – высокостатусный немецкий журналист и общественный деятель. Тихий также очень уважает в фонде Фридерика фон Хаека. Ему вручили медаль этого фонда. Так кто такой Тихий? Это авторитетный западный ученый, эксперт, общественный деятель? Или это ковид-диссидент ужасный, маргинальный, ничего не соображающий? Уже и в фонде фон Хаека его награждают медалью, и фондом Людвига Эрхарда он руководит. Мало. Он – авторитетный либерал-консерватор. И не менее авторитетный ученый. Поэтому вряд ли у наших западников, которые по любому поводу лопят, диссидент, авармист, конспиролог, выдумщик, возникнет желание назвать суждение господина Тихий болтовнёй никчёмного маргинала конспиролога. Господин Роланд Тихий издаёт средство массовой информации, именуемое «Тихис Айнблик», что означает «взгляд тихий». Имеется в виду взгляд этого лица на происходящее. Как следует и из самого названия этого издания, и из содержания информации, представляемой этим изданием обществу, господин Роланд Тихий зримо или незримо присутствует в каждой публикации. Издание под названием «Взгляд тихий». И издание это было создано им именно для того, чтобы не смешивать собственные представления, которые предъявляются в этом издании, с представлениями, которые могут предъявляться в других изданиях, уважаемым автором которых является господин Тихий. Дав такое развернутое пояснение по причине того, что никто ничего не помнит, ни что, ни с чем не соотносит, я могу переходить к изложению информации, которая настолько впечатляет, что мне пришлось снабдить её таким коротким комментариям по поводу того, кто именно предоставил эту информацию обществу. Потому что иначе скажут, что имеет значение, что вы там читаете? Сумасшедший говорит, болтун, провокатор. Так ведь нет. 9 мая 2020 года Тихийс Айнблик сообщает, что согласно данным источника из из правительственных кругов Германии борьба с коронавирусом привела к большему числу смертей в Германии, чем сам коронавирус. Германия, и говорит этот Тихийс Айнблик. Главной причиной массовой смерти людей в связи с противодействием пандемии, по утверждению правительственного источника издания Тихийс Айнблик, а вряд ли кто-то сомневается, что у Тихий, который руководит фондом Людвига Эрхата, есть такие источники, является ограничительный режим в больницах, нацеленный исключительно для лечения коронавирусных пациентов. Я вам говорил об этом или нет? Соответственно, как утверждает источник, приходилось преждевременно прекращать лечение сотен тысяч людей по всей стране. При этом сложно подсчитать точное количество смертей, вызванных этим прекращением. Но источник, ссылаясь на внутренние данные правительства ФРГ, предполагает, что количество дополнительных смертей, вызванных коронавирусным экстазом, от пяти тысяч до ста двадцати пяти тысяч дополнительных смертей, порожденных только этим экстазом и отвлечением ресурсов из сфер, куда они раньше направлялись, в этот самый ковид. В первую очередь речь идет о погибших в результате ковидного экстаза пациентах со злокачественными новообразованиями или с онкологией, которые еще не диагностировали. Отмечено также резкое снижение приема в больницах ФРГ, случаями инсультов или инфарктов. При этом на момент беседы с источником от коронавируса в Германии умерло семь с половиной тысяч или человек. Там, запомнили цифру, минимальная пять тысяч дополнительных смертей, а максимальная сто двадцать пять тысяч. Так значит, не об одной Африке идет речь? И неужели кто-то считает, что Германия является особо неблагополучной страной, где и ресурсов слишком мало, и перераспределение осуществляется особо безалаберно? Ведь это очевидным образом не так. А значит, я не медик и не чиновник немецкого и любого другого Министерства здравоохранения. У меня нет и не может быть своей информации по этому поводу. Но я высказал не сейчас, а раньше гипотезу по поводу того, что коронавирусный экстаз может породить большую беду в виде роста смертей от заболеваний, которыми страдают люди, оказавшиеся ущемленными в том, что касается их лечения, при том, что это ущемление порождено не неминуемой зловещей необходимостью, а именно этим коронавирусным экстазом, природу которого я описал. Ой, мы можем заболеть. А ну, ты сюда, быстро, давайте, что-нибудь, эй, вы! Теперь моя гипотеза оказывается подтверждена оценками самых разных медиков и авторитетных экспертов, располагающих необходимой информацией. То, что я процитировал, малая толика таких авторитетных оценок. Если я сейчас начну все их цитировать, я не остановлюсь на глубокой ночи, и мы ничего другого не сможем обсудить. Авторы этих оценок, таких, которые дает ООН, таких, которые дает ВОЗ, таких, которые дают люди, такие люди, как Тихий, таких, которые дают профессиональные врачи из Швейцарии, Франции и так далее, таких, которые дают различные, как бы, общественные объединения, весьма авторитетные, имеющие крупные заслуги в сфере здравоохранения. Авторы таких оценок никогда не выдавали непроверенной информации. Мы это проанализировали. И они являются авторитетными специалистами именно в сфере лечения определенных заболеваний. СПИДа, кардиологии, онкологии и так далее. Поэтому они обладают необходимыми сведениями, еще раз обращая ваше внимание на то, что в приведенном мною случае Тихий речь идет о Германии, где ситуация с здравоохранением относительно благополучна. Теперь представим себе, что эта оценка справедлива. У нас есть все основания для того, чтобы настаивать на этом. Но давайте не будем настаивать, а просто спросим себя, что если это так, я говорю лишь предположим это, если это так, подчеркну еще раз, что я говорю лишь предположим это, но что для таких предположений есть весьма существенное основание, то речь идет, если это так, о сознательном массовом уничтожении ни в чем не повинных людей. Поскольку немецкий правительственный источник, в виде минимальной оценки количества умерших от преждевременного прекращения лечения, а не вообще умерших, называет пять тысяч, а еще говорит о том, что смертность от неполучения регулярных процедур оценится в три с половиной тысячи, то это означает, что минимальное число жертв коронавирусного перераспределительного экстаза восемь с половиной тысяч. немцы люди точные, а чертовство жертв самого коронавируса семь с половиной тысяч, то есть на тысячу меньше. У кого-то есть какие-то доказательства того, что за счет подобного перераспределительного экстаза было спасено огромное количество людей. Чем спасено? Вы можете их спасти тонкими операциями? Вы можете их спасти как бы отработанной терапией? Чем спасено? Тем, что мечутся, как курицы с оторванными головами? Честь и хвала героизм у рядовых врачей. Ну о каком спасении вы говорите? С помощью чего? Аппаратов искусственной вентиляции легких, ну вы же уже знаете, что этого нет. И не может быть, потому что используется этот аппарат для других целей, а для этих целей его бессмысленно использовать. Надо не подменять легкие другими, в случае, если там продолжает развиваться заболевание, а лечить. По-настоящему интенсивная медицинская помощь людям, тяжело заболевшим от коронавируса, носят мягко, говоря, среднеэффективный характер в связи с неопределенностью заболевания. Это постоянно обсуждается. И когда говорят об недостаточной эффективности этих искусственной вентиляции легких, а об этом говорят, не я об этом говорю, у меня не может быть своих сведений. И когда говорят о том, что нет вакцины, и когда говорят, что нет других заточенных под коронавирус медицинских процедур, обеспечивающих спасение больных, которые по-настоящему тяжело заболели от коронавируса. И когда говорят, что этот коронавирус – это спусковой крючок, когда начинают работать другие заболевания, а от них нельзя лечить, потому что… Смотри выше. И, наконец, более чем проблематично спасение людей от тяжелых инфекций с помощью их помещения в неинфекционные лечебные заведения. Вы же их видели? Ну, вы же это видели, но посмотрите. Это картонные перегородки сверху, так сказать, ничем не перекрыты, и там нет ни шлюзов, ничего. А поскольку помещаются в эти заведения очень разные люди, это к вопросу о так называемых тестах. Тестах на что? Каких тестах? То нахождение в этих заведениях может не обязательно спасать. Оно может иметь прямо обратный характер. Какому-то вору надо увеличить количество людей, которых он будет лечить от коронавируса, чтобы забрать денежки за это, да? Он ставит какие-то диагнозы на основе не весь чего. Как мы уже знаем, эти диагнозы не всегда правильные. Дальше человека помещают туда, а там он заболевает, говорят, видите, наш диагноз правильный. Что такого не бывает? А ну, как выяснится, что помещение больных в перепрофилированном заведении оказалось малоэффективным и высокоиздержечным. Что тогда? Тогда речь идет о том, что коронавирусный экстаз, порожденный самыми разными причинами, породил издержки в виде гибели огромного количества ни в чем не повинных людей, жизни которых положено на алтарь этого экстаза, а не спасения от коронавируса. Но разве такое принесение жертв на некий алтарь не является преступлением? Так почему нет расследования, в котором факт этого преступления будет или подтвержден, или опровергнут? И что произойдет в случае, если это расследование подтвердит факт преступления? Если бы погибшие были жертвами терроризма, а не вот этого экстаза, то это породило бы колоссальный общественный взрыв. Где подобный взрыв, порожденный заявлениями авторитетного господина Тихий, где взрыв в ответ на заявление ЮНЕЙЦ и Всемирная организация здравоохранения? Где подобный взрыв в ответ на заявление авторитетных европейских или американских врачей? И повторяю, вряд ли кто-то считает, что только Германия касается подобного обвинения в том, что вполне может быть квалифицировано как массовые врачебные преступления в условиях паники, поскольку смерть массово наступает в результате отказа от оказания квалифицированной медицинской помощи. В частных беседах наши врачи называют колоссальное количество смертей, наступивших в результате того, что квалифицированная медицинская помощь не была оказана. Очень скоро это начнут обсуждать почти в каждой российской семье, у которой есть знакомые. Либо больные, либо врачи, либо и то, и другое. Дальше это начнет передаваться. И ничем вы это не сможете сдержать. Но почему, спрашиваю я, об этом говорится только в частных беседах, при том, что постоянно говорится. Те, кто не занимаются полевой социологией, не понимают, что именно перетирается, даже не в интернете, а по телефону. Почему в частных беседах? Спрашиваю еще раз. Ведь необходимо осмысление не только самого ковида, но и человеческого содержания тех, кто мог бы скорректировать те тенденции, которые называют ковидным экстазом. Разве консолидированная реакция представителей врачебного сообщества не могла бы обеспечить такой коррекцией? Так почему это не произошло? Скажут, потому что бюрократии плевать на такую реакцию. Во-первых, это не вполне так. А во-вторых, эта реакция могла бы как минимум спасти общественную репутацию нашего врачебного сообщества. А также то, что в иные эпохи называлось честью, достоинством этого сообщества. Его верностью отмененной клятвы Гиппократа. Но не будем столь высоко возноситься в моральные и экзистенциальные выси. Обсудим хотя бы репутацию. Наша элита не понимает, чем чревато обрушение этой репутации и иных общественных репутаций. Она не понимает, что в каждом доме обсуждают результаты так называемого дистанционного образования. Что почти у всех граждан есть знакомые врачи, которые уже своим-то с знакомым рассказывают все по полной программе. Что у нас на глазах осуществляются бредовые административные действия. Типа спектакли, в которых каждый зритель, пришедший в театральный зал, будет окружен радиусом безопасности в два метра. А каждый клиент, приходящий в парикмахерскую, об этом ведь тоже говорится, должен находиться как минимум в полутора метрах от стрягущего парикмахера. что еще выдумает безумие? Оно же может выдумать что угодно. Это же пишут какие-нибудь антропоидные мальчики и девочки, которые что-то берут из гугла и вообще не понимают, что к чему. а потом это вот так подписывают? Пусть что-то из этого выдумано или преувеличено. Это ничего не меняет по существу. Да ведь не все же выдумано и преувеличено. И видим мы это каждый день. Послушайте, мы раз за разом слышим официальное указание. Выплатить врачам необходимые деньги, переведенные на счет тех, кто должен выплачивать. Такое указание не должно повторяться. Оно должно быть сделано один раз. Общество не должно слышать повторов. Потому что, когда оно слышит, оно знает, что указания не выполняются. Кроме того, есть интернет и все прочее. Есть массовые митинги или какие-нибудь другие акции по этому поводу. А что это означает? Это не вызывает в обществе никакой реакции негативной. Да? Вы в это верите? Вы всерьез это верите? Трюли? Теперь, повторяю, мы на сугубо официальном уровне слышим о том, что указания по определенным выплатам, прежде всего врачам, даются и не выполняются. Потому что, если они выполняются, то указания снова не даются, а они даются. А почему указания не выполняются? Потому что, позволю себе эту дерзкую гипотезу, те, кому деньги для выдачи врача прислали, эти деньги уже украли. Причем украли полностью. А что, у кого-то есть другие варианты объяснения происходящего? Или мы не знаем, как полностью крадутся деньги на какие-нибудь, я не знаю, культурные продукты телевизионные, а потом набираются люди так, чтобы они могли дополнительно заплатить за свое участие в телевизионных съемках. Мы не знаем, как это происходит с разного рода сериалами. Нет, не знаем. Мы слепые, глухие и офигевшие. Мы живем на Венере. У нас внутри чип под названием «Моральный кодекс строителя капитализма». Что это такое? Какие другие объяснения происходящего? Я ни на чем не настаиваю. Я просто предлагаю свой вариант, а никто не предлагает других. Итак, мой вариант состоит в том, что деньги были перечислены тем, кто до врачей их доводить не может и не хочет, потому что денежки тютю. И когда тютюшникам говорят «платите», они ухмыляются и пожимают плечами. Последствия таких ухмылок, как пожимание плечами, очевидны. И называются они «несоциальный взрыв». Все, поверьте, намного хуже. Такие последствия называются полная дисфункция системы. При подобной дисфункции система побуждает общество к невыполнению всего, что эта система вменяет общество. В экземперии в маленьком принце король говорит самому маленькому принцу «я тебе приказываю стоять». Принц отвечает «я не хочу стоять». Король, услышав это, говорит «тогда я тебе приказываю сидеть». Ну так вот, этот король намного лучше управляет поведением принца, чем наша система поведением граждан. Потому что когда граждане говорят системе, что они будут гулять, поскольку абсолютно не верят распоряжениям системы, запрещающим это делать, то система не говорит «ну тогда гуляйте». Она продолжает запрещать гулять и видит толпы на улицах. Она же не одна это видит. Все видят. Так что дальше? Что дальше? Follow up. Стихийная общественная самоорганизация в условиях дисфункции системы? К чему это приведет? Что это породит в умах, душах, в конкретном поведении граждан, побуждаемых системой к подобному пофигизму? Этот пофигизм будет распространен на все, а что произойдет при любом событии, требующем, чтобы система реально мобилизовала хоть на что-то граждан. Как она это будет делать в условиях полной дисфункции, которую она себе наработала в ходе ковидного экстаза? Итак, все это совершенно неприемлемо и требует скорейшего изменения. Но я не понимаю, как в той же ситуации невыплатым медикам можно обеспечить коренной перелом без привлечения виновных в невыдаче к уголовному наказанию. Причем речь должна идти о достаточно резких и достаточно массовых привлечениях. Иначе такие заболевания, как невыдача, врачевать невозможно. Но для того, чтобы их таким образом врачевать, нужно иметь в качестве врачей, лечащих заболевания под названием хамское воровство, людей достаточно решительных, дееспособных и не зараженных тем же заболеванием под названием хамское воровство. Причем их должно быть достаточно много и у них должны быть соответствующие полномочия. А этих людей, во-первых, нет в том смысле, они, конечно, есть, в том смысле их нет, что система доступа к ним не имеет. Если где-то есть продукты, но у вас нет доступа и вы не знаете где, то этих продуктов для вас нет. Система этих людей чурается, боится, не понимает, пытается на свой манер интерпретировать их поведение. И она вопиющим образом чужда всему, что таких людей мотивирует. А во-вторых, сами эти люди с такой системой несовместимы. Это как раз то, про что говорил Ленин. Или вши победят социализм, или социализм уничтожит вшей. Этой системе нужен определенный работник. К примеру, врач, который не мотивирован страстным желанием лечить людей, а мотивирован чем-то другим или ничем, и проявляет при соприкосновении с системой два качества. Помните, умолчали на ласкать таланта два, умеренность и аккуратность. Два качества. Предельную покладистость и определенную умелость в том, что касается соучастия в откатах, в оформлении соответствующей документации, выдачи соответствующих показателей. На такой врач, если вы заболеете, вас не вылечит. А такой учитель вашего ребенка не выучит. И так далее. Тот, кто может и хочет работать, не будет лакействовать, не будет проявлять понятливости в том, что касается откатов. То есть он будет для этой системы являться нежеланным трудящимся элементом, а опасным изгоем. Если раньше руководитель крупной структуры играл в политические игры, один его зам воровал, а другой работал и обеспечивал работу, то теперь все не так. Все намного хуже. Раньше, я имею в виду, в поздний советский период. Я это все наблюдал. А тот, кто и откаты правильно обеспечивает, и ведет себя надлежащим, то есть лакейским образом, не может качественно работать. Понимаете? Он вообще не может качественно работать. Он не может ни качественно воевать, ни качественно лечить, ни качественно учить, ни создавать высококачественную технику. В лучшем случае он будет временно оседлывать обеспечивать тех, кто может работать качественно в виде их такого мелкого начальника. Но поскольку эти люди по определению должны располагать человеческими достоинствами наряду с профессиональными качествами, тихо будут уходить, то они тихо будут уходить, поскольку, как ни странно, для таких людей есть куда. Хотя бы на собственный огород. Или же они будут ломаться, а в сломленном состоянии они не могут обеспечивать то, что призвано обеспечить. Вот ведь в чем трагедия. Эта сломленность еще опаснее, чем действия так называемой административной системы, которая по отношению к советской стала и резко хуже. По поводу советской рекомендую посмотреть фильм Хейфитса «Дорогой мой человек» с баталовым главной роли. И безумно разрослась. Сегодняшняя отчетность, безумие этой отчетности не имеет никаких аналогов в советской эпохе. Оно увеличилось в сто раз, как увеличился и бюрократический аппарат, который всегда говорили, что он раздут, а теперь он стал и иным по качеству, и гораздо более объемным, рыхлым, а также специфическим. Эта система нагрузок не выдерживает. Понимаете? Не выдерживает. Она может существовать в относительно благоприятных условиях. Но как только возникает беда, винтики, из которых эта система состоит, обнаруживают свое человеческое содержание, как некоторые из них обнаружили свое содержание в октябре 1941 года. А обнаружив это паскудное содержание, а именно трусость, доходявшую до паники, вороватость, и выпившую некомпетентность, они систему разрушают. Вот тут-то и должно сработать профессиональное сообщество или совокупность профессиональных сообществ. Тут-то и должна включиться хотя бы корпоративная честь в сталинскую эпоху. Эту честь защищали и промышленники, и военные, и академики, которые прямо говорили в глаза и Сталину, и Берри, и другим, что именно представляет правильное решение, а что является аналогом ковидного бреда, то есть административным бредом. И говорилось просто, мне еще мать об этом говорила, последняя фраза, которую они разлагаясь, имели в виду советская маникулатура, еще слышат, не мешайте нам работать. Это они еще слышат. Сегодняшние нет. Они над этим смеются. И в Хрущевскую, и в Брежневскую эпоху академики умели вести себя не по-лакейски. Сахарова так и не изгнали из Академии наук, а попытки были, он остался академиком, да? Думаете, не пытались сделать так, чтобы этого не было? Тайное голосование, идите нафиг. Так какая же катастрофа, моральная, профессиональная и иная, произошла теперь? Что стало ее источником? Страх потерять зарплату? То есть диктатура золотого тельца оказалась гораздо более раздавливающей, чем иные диктатуры. Я убежден, что и сейчас масса людей выполняет свой профессиональный долг, и что в противном случае было бы еще в тысячу раз хуже. Но это не отменяет того факта, на который я обратил внимание. Этот факт уже очевиден, и сведения, с которых я начал свою передачу, это капля в том море глобального маразма, которое рано или поздно, это придется признать, порождено вопиющим оскудением человечества. Регрессор этим самым, опоскудивание не отдельных групп, а чего-то неизмеримо большего. Чем больше накапливается этого оскудения, этого маразма, а он в определенном смысле, накапливается стремительно в условиях беды, чем больше наглеет система. Она становится и трусливее, и безумнее, и тупее, и разнузданнее. Она ничем не может управлять, но и мнится, что она окончательно подомнет под себя ничтожное человечество, впавшее в маразм, вставит в него чипы, электронику, генетику, неизвестно что, и неизмеримо возвысится над презираемым быдлом. Вот тогда-то заживем. Про одного министра, на высокое лицо говорила, мы его, мы спасаем от мятежа против него. Спрашиваешь, а кто мятежник? Он говорит, как, его подчиненные все. То есть министру не нужны подчиненные, мятежник, И так во всех сферах всюду это аутоиммунное заболевание. То, что Маркс называл превращенной формой. вот бюрократия и власть в целом стремится превратиться. Понимаете? Она стремится сделать так, чтобы кафедре не нужны были студенты, врачам больные, военным чиновникам армия, учителям школьники. Вот это превращение, оно же назревает, и внутри него вот эта мечта о чипах, электронике, паспортах, еще чем-нибудь еще. Делать ничего не могут, перепуганы насмерть, не понимают ничего, знаете, как говорилось в советскую эпоху, что нужен интеллект от Баха до Фейербаха, имеет место интеллект от Эдиты Пьехи, да Эдита на три буквы. Так это Эдита Пьеха, это еще что-то, теперь уже остались только три буквы. Даже если рядом с вот этим морем маразма, оскудения и всего прочего, смердящим так, что в пору говорить об инферно, о конце времен, имеется и нечто другое, сохраняющее реликты человеческого достоинства и человеческой ответственности, то это другое все время умаляется, а маразм ширится и становится все более ядреным. Коронавирус с одной стороны все это является вопиющей очевидностью, а с другой стороны вполне может содействовать определенным амбициям примитивных, но достаточно мощных социальных хищников, упивающихся вседозволенностью, порожденные маразмом те, кто пасует перед хищниками, маразмиры все больше и больше в силу своей ничтожности. Я не помню, как убила себя верхушка Академии наук, когда ее сводили на нет, просто на нее справляли нужду. Она что, хоть как-нибудь дергалась? Она выясняла, у кого останутся денежки, хоть какие-то и все прочее. Как же это все пало? Не только с эпохи, я не знаю, Вернадского или Павлова, но и с эпохи Ландау и других. Как оно пало? Как когда-то говорил Василий Макарыч Шукшин, что же с нами происходит? Может быть, надо попытаться ответить на этот вопрос? Потому что чудовищность происходящего с нами не столь загадочна, как это кому-то кажется. Она описана давно и имеет разные названия. Она именуется сон на бегу как основополагающий способ жизнедеятельности механистичного или одномерного человека. То есть человека, который Маркс назвал отчужденным от своей родовой сущности. Поскольку отреагировать на беду может только родовая сущность, находящаяся внутри человека, она же то, что в религии называют искрой Божией, то любая беда в условиях отчужденности этой сущности, которая должна реагировать, может только усилить общественный сон. И все, что я слышу, бормочат во сне про все, про то, как всех сметем, по поводу как сейчас все закончится, по поводу неизвестно еще чего, по поводу злых сил, которые на злоб нагнетут, по поводу всего этого бормочат во сне и бегут при этом не весь куда, то есть в пропасть. общественный сон это то, что является главной опасностью, обнаруженной в рамках нынешней ситуации. Она обнажена ковидом. Это заболевание, эта штука пострашнее, чем ковид-19. я по памяти прочту Твардовского. Вечный сон, закон природы, видя это все вокруг, своего экскурсовода, Теркин спрашивает вдруг, 60-е годы 20-го века, а какая тут работа? Чем занят ваш тот свет? Кто-то, должен кто-то делать что-то, кто-то нет, кто-то брат языковыка и особый наш уклад, что от мала до велика все у нас руководят. Как же так без производства возражает новичок на том свете, Теркин на том свете, чтобы только руководство, нет, не только, и учет. Вот такие пачки. В том-то, брат, и суть вопроса, что темна для простаков. О том свете речь идет, обаде. Здесь ни пашни, ни покуса, ни заводов, ни станков. Нам бы это все мешало. уголь, сталь, зерно, стада. А, вот так, тогда, пожалуй, ничего. Да вот беда. Это вроде как машина скорой помощи идет к вопросу о ковиде. Сама лежит, самодавит, сама помощь подает. Ты, однако, шутки эти при себе солдат оставь. Шутки? Сутки на том свете. Даже к месту не пристал, никому бы не мешая. Я поспать нужда большая, я там забываю. Снедосып на земле, вот чудак, уже рискут, трудно уяснить простой закон. Так ли, сяк ли, беспробудный, ты уже вкушаешь сон. Что тебе привычки тела, что там койка до постели, но зачем тогда делать? И начальство, корпус целый, и вся эта конетель. Дальше его Вергилий по этому АДО сопровождающий говорит, что невозможно ничего сделать, чтобы сократить, надо увеличить. Создать комиссию по сокращению, значит увеличить численность бюрократии. У иных запросишь Чурова и в отставку не хотят, тех, как вводятся в цензуру на повышенный оклад. А уж с этой работенки дальше некуда спешить. Но ты как решаешь, Теркин? Теркин что отвечает? Так и есть. Решаю жить. Это же надо суметь сделать. Это решение надо суметь принять, то есть проснуться. А когда вот такой общественный сон, вечный сон из Теркина на том свете, то спит и каждый отдельный социальный атом, он же механистичный человек, он же одномерный человек, он же хомофарбор, он же постчеловек и так далее. В условиях беды такой человек, не имея возможности соединиться сущностью, которая может откликнуться на беду, еще больше засыпает и еще лихорадочнее бежит куда-то во сне. А также он все время спрашивает, а куда мне бежать во сне? Дайте рекомендацию. Когда-то я заблуждалась и выбрала Ельцина, а теперь я хочу сделать правильный выбор, куда мне бечь во сне? Бежать имеется ввиду. Ты говоришь милая или милый надо проснуться, то это вызывает огромное отторжение. Проснуться значит нащупать связь с своей человеческой сущностью, поговорить с ней, признать и пережить правду, что далеко не безболезненно и после этого начать действовать, после, а действовать до этого, есть катастрофический сон на бегу. Человек, отчужденный от своей сущности, лишен энергии настоящей, позволяющей ему действовать, созидательной энергии. Он может говорить о том, что он что-то сделает, но делать он ничего не может. Ветра нет, по бабам пойдем, говорили дистрофики. У него бензина нет, а он куда-то хочет ехать и обсуждает куда. А бензин-то где? А если он даже и начнет действовать вооружившись энергией, накопленной в собственном подполе, в подсознании, в сфере инстинктивного, то будет еще хуже. Он просто прикончит и себя, и других. В следующих передачах я обязательно буду обсуждать специфику политической ситуации в России, порожденную коронавирусом, специфику политической ситуации, а также все, что касается возможности не катастрофического развития этой политической ситуации. Но ведь нельзя все к этому сводить, к тому, как вот такой человек что-то будет делать. Да, надо это учитывать, надо за этим следить, надо на это реагировать, но нельзя делать только это. Повторяю, в таких случаях всегда говорится, это необходимо, необходимо учесть, вот такой, да, ну что ты поделаешь, вот так вот кричит, вот так ничего не понимает. Это надо учесть, надо необходимо учесть, но недостаточно, нужно действовать во имя изменения. В конце 1980-х годов один очень умный человек, с которым я беседовал в одной из горячих точек, сказал мне, это общество ням-ням, которое сможет зарезать один волк. Он имел ввиду Александр Николаевич Яковлев. Один волк. Так вот, если это рассматривать не как частное высказывание, а как некую метафору общезначимую, то обсуждать судьбу овец, порожденную катастрофической ситуацией, бессмысленно, потому что овец нет судьбы, и их зарежет тот или иной волк. Обсуждать можно только то, что отличает человека от овцы, отличает его обладание этой сущностью. И если человек с ней соединится, то он не будет овцой, и он не будет спать на бегу, он проснется, как только он проснется, возникнут самые различные возможности ответа на вызов. В противном случае их нет. Только не путайте ваш сон о том, что вы проснулись, с настоящим просыпанием. Мой вывод, то, что раскручивается вокруг коронавируса, адресовано человеку как таковому, я еще буду это доказывать, его, человека, или добьют, окончательно превратив в ничто, лишенное души и духа, или же этот человек воспрянет, и станет искать возможность обретения того, что у него было отнято, этой самой сущности. Остаться при своих он не сможет, хотя ему очень хочется. В полусне он не проживет, его либо до конца загонят в этот ад ничтойности, либо ему придется оттуда полностью мучительно вырываться. Соответственно, все делится на три крупных подкласса, первый из которых борется за сохранение того, что есть, второй готовится к тому, чтобы окончательно и бесповоротно стать ничто, а ничтоица, или аскотиница, а третий ищет чего-то отличающегося от самораздавливания, не само изоляции, а самораздавливания, и суздорожного желания остаться при том, чтобы было до коронавируса. Вот это третье и есть соединение со своей сущностью, потому что можно, конечно, самораздавиться до конца, просто вслись в ничто. И можно, конечно, орать, хочу, чтобы было как прежде, не смейте трогать, но и то, и другое бессмысленно. Слишком велик масштаб того системного бедствия, которое именуется коронавирусом. Горькая ирония по поводу самоизоляции уже превратилась в то, о чем говорил когда-то городничий в гоголевском ревизоре. К чему смеетесь? Над собой смеетесь? Но почему-то все вариации на тему само, самоизоляция, само и так далее, самолечение и все прочее, которые используются в этой горькой иронии, не содержат того главного само, вокруг которого все вертится, вокруг самораздавливания. в фильме «Вокзал на двоих» один из героев говорит проводнице, которой он собирается оприходовать, быстренько-быстренько сама-сама-сама раздевайся, ложись в койку. Вот те, кто сейчас все делает, хотят, чтобы быстренько-быстренько сами-сами-сами раздавились. И поэтому не только не преодолевают общественную панику этим по поводу коронавируса, что должно было быть, они запугивают всеми возможными методами. Я понимаю, что борьба за сохранение тех каких-то человеческих остаточностей, которые позволяла сохранять прежняя колья докоронавирусная, оно, конечно, лучше готовности покорно самораздавиться. Но я подчеркиваю, что такая борьба за сохранение прежнего, она абсолютно несоразмерна происходящему. Спящий человек, или точнее псевдо-человек, находящийся в состоянии глубочайшей обесточенности и способный выйти из этого состояния, только мобилизовав свою остаточную озверелость, в итоге смириться с предложенной ему самораздавленностью. Или сразу, или после подавления. И сколь бы сомнительной не была борьба за обретение отнятой человечности, сомнительной в силу какой-то своей рафинированности, своей адресованности меньшинству, своей избыточной требовательности, победоносных альтернатив такой борьбе не существует. И скоро все в этом убедятся. Все остальное это шумный, бойкий, но скорый проигрыш. Но пока есть это вопиющее обстоятельство, суть которого в том, что ковид является прежде всего крупнейшей операцией по окончательному расчеловечиванию людей. Не столь очевидно для самих этих людей. Люди отказываются понять, что означает, например, особые условия, которые они должны выполнять, отрекаясь от того, чего человечество не отрекалось никогда. Например, от абсолютно значимых для подлинно религиозных людей, к которым я не отношусь, коллективных религиозных практик. Что значит от них отказаться? Или от общезначимого для всех людей, начиная с момента их отделения от природы и выхода из звериного состояния, захоронения предков почитаемых. Кстати, кто-нибудь осознает, чем отличается сожжение трупов во время холеры, к которому все время апеллируют, от того, что сейчас осуществляется в связи с ковидом? Источником холеры является кишечная инфекция, вызванная определенными бактериями. Тут важно, что именно бактериями, а бактерии очень сильно отличаются от вируса, бактерии крупнее вируса, если ее сравнить с арбузом, то вирус это комар. Таково примерное соотношение по величине. И бактерия совсем иначе функционирует. Она является полноценным живым организмом, способным самостоятельно реализовывать жизненные функции. Она живет и размножается в другом организме, но она обладает автономностью по отношению к этому организму. Человек может жить при том, что в нем живут колонии бактерий. Бактерии не могут при этом залезть в клетки человека. Они слишком велики и самостоятельны. А вирус не может жить, не залезая в живую клетку. Бактерии, например, прекрасно распространяются в питательных мертвых бульонах. А вирус может продолжать функционирование только в живом субстрате, состоящем, например, из куриных эмбрионов. В этих живых эмбрионах и вирус может существовать. А в мертвом бульоне, который очень притягательный для бактерий, он существовать не может. Бактерии, повторяю, в мертвом субстрате существовать могут. А поскольку холера – это заболевание, порожденное бактериями, то трупы сжигали. Но коронавирус порожден вирусом, который по ряду свойств диаметрально противоположен бактерии. Можно не знать эти свойства, но нужно знать, что это вирус. Так есть хоть какие-то разъяснения по поводу того, почему нельзя захоранивать предков, которых всегда надо с почетом захоронить, звучащие из уз авторитетных специалистов. Я лично не берусь выносить тут вердикты, но то, что человека в приказном порядке, на уровне отдельных стран, и чуть ли не на глобальном уровне, начинает отучать от многого, что составляло ядро собственно человеческой жизни, ритуальное захоронение предков явно находится в этом ядре. Достаточно очевидно. Есть фильм американский, где отец все время препятствует тому, что парень, про которого он не знает, так сказать, он заражен или нет, пытается поцеловать его дочь. Он бьет этого парня, отбрасывает и так далее. Потом, наконец, парень входит в их дом и говорит, у меня есть свидетельство о вакцинации. Могу я войти? Да, говорит, пожалуйста, они танцуют. Это будет хороший брак потом? Очень хороший. Вы можете отменить или посадить страх в сознание за все социальные практики человеческие. Вам потом как будет? Человек, животное социальное, вам эту социальность разрушили до конца, что будет потом? Вы понимаете, что такое жизнь в такой самоизоляции, в этом одиночестве, с постоянным страхом, как бы чего не вышло и как бы кто-нибудь из тех, кто рядом вам бы вреда не принес? Вы не понимаете психологических, антропологических, экзистенциальных последствий? Так что придется или очень существенно поднапрячься и с болью ворваться из капкана, возвращая себе отнюдую сущность или отказываться от нее до конца? Дергаться по полу достаточных проявлений этой сущности? Можно и должно слышать меня, можно и должно, но это занятие, которое наверняка выберет для себя большая часть частично поврежденного человечества, в стратегическом плане бесперспективно. И это неопровержимо докажет ближайшее будущее. Но при всем фундаментальном значении именно этого коронавирусного обстоятельства есть и другие обстоятельства, более очевидные, крайне существенные. И я был бы пижоном, если бы отказался их очень подробно обсудить. с фундаментом . Продолжение следует...